Дальше я пишу. Прошлое держит за горлом мёртвой удавкой. Объясняю. Я постараюсь быстро. Ирина Пескова. Обрезка плодовых деревьев кустарников. Книга стоит 748 рублей. Наверное, я догадываюсь, за такие деньги книга не маленькая. Но ничуть не это, не точно. И здесь надо было собрать всю ахинею, какую только можно. Вот всё, что только придумали. В основном это личные ветки и прочее. Я просто говорю, нам ещё... А это свежее появилось-то. Как она называется? Реклама. Нам ещё этого не хватало. А я сегодня разговаривал. Вот эту книгу купила женщина. Вот я фамилию скажу. Веча с косточкой Макарова, Ольга Александровна. Вот. Купила эту книгу. Она хотела купить первую. Я ей говорю, давайте третью. Первую уже нет. Северный Сантова книги нет. Давайте третью. Это настоящая энциклопедия. Она говорит... Вот. Она задумалась. Я говорю, а, ну, может быть, вам полторы тысячи дорого кажется? У неё есть три диска по тридцать. Вот. На этих трёх... На этих трёх лекциях получилось три записи. Три... Это было в Москве. И реплика... Александр Юсевич, привет. Вот. Я почти уверен, что вы тут рядом с нами, как наиболее уважаемые из нас. Вот. Как бы придаёте авторитет нашему сборищу. Так вот. Я говорю, тогда три диска. Она говорит, я не хочу с экрана. Я говорю, я тоже железо не хочу. Мне книжку надо, чтобы я лёг с ней кровать в диван и спокойно читал. Она взяла, выложила полторы тысячи за неё. Вот так, ребят. А это что? Читать про обрезку подробно, нудно, главу за главой. Главу за главой. Я потом ещё покажу, ниже кое-что. Главу за главой. Главу за главой. Вот. На кого рассчитано? А? Нормальный человек может в течение там 10, 100, 150, может быть, 200 страниц читать? Как вот тут хитрость в том, что вот эту почку так, вот. Как же так-то? Вот это один пример. А я вам сейчас всё собрал, допустим. Дальше секреты. Одна из самых этих, как их называют, раскрученных. Вот. Создаводство полный ноль. Смотрите, что она делает. Она создала энциклопедию. Я в коротко, смотрите. Ой, ёлки-палки. Я только начну, и всё. Здоровье плодового сада закладывается с момента посадки. Вот. Сейчас, секунду. Ладно. Это, знаете, просто показать, что за эти саженцы мы уже просто уже морду бить за такие. Вот. Смотрите, вот это я не там искал. Во-первых, с помощью обрезки мы формируем у плодовых деревьев крепкую крону, которая способна вынести тяжесть обильного урожая. Вы понимаете, если я говорю, если за мной повторять будет потом в школах, учебниках, чуть ли не в детских садах, любая обрезка, листика одного, почки, веточки 5 сантиметровые. Я уж не говорю про вот эти, которые она сейчас режет. Вот, смотрите. Они в целом ослабляют дерево. Просто ослабляют. А она пишет, что обрезка даст крепкую крону. И вот с этого всё начинается. Вот эта дурь, которая однажды не до неё. Она ничего сама не придумала. Она не врачит деревья. Вот. Это не её дело. У неё своя работа есть. Вот. Она ведущая. Вот. Понимаете? Вот и этот момент. И я ещё хочу показать. Я отступлюсь только вот почему. Это горькая правда. Последний ураган по Волге. Больше десяти погибло. Марчика раздавленная, девочка раздавленная деревьями. Я показываю Сайногорск. Я лет сто назад показал им это. Почему? Вот. Есть деревья, но здесь ураган не так опасен. Почему? Город Молот. Город. Это один из двух игроков. Деревья ещё маленькие. Их всё равно, во-первых, изуродовали. Вы посмотрите, страшно или нет. Вот слева посмотрите. Вот. Таким образом, я потом показал бы. У меня сотни фотографий только по Сайногорску. Это назвала городская среда. Они все вот так выглядят. Вот за это. Потому что люди берутся обрезку делать. Они не знают ничего. Для них это не живое дерево. Для них это как столярство против плотника. В поле того круче. Но это есть, когда уже вот такие деревья и на грани падения. Это не всё. Теперь он. Если бы ему объяснили. А лучше бы ещё, когда этот мужик школьником был. И ещё заведующая этого. Это детский сад. Заведующий детсадок. Она тоже когда-то училась чему-то. А эта биология, она должна быть ещё в школе. Уже со школы знать. Ни один листик, ни мусор не подходи. Вот с дороги убери его просто. Вот там, где асфальт. Вот. А здесь даже асфальта нет. Лежит себе, лежит. Кормит дерево. Нет, взять, выгрузите. Дерево слабеет. Так нет? Или не так? Побелка. На кой хрен? А у нас весь город побелен. Помните, Абакане я показывал? Два с половиной метра отрезать ветки. У кого? У лиственниц. Побелить, и они простоят мёртвые. Я же вам показывал. Целый этот. Мёртвый. Это наш уровень, ребята. И побелку отменить. И уже тогда что-то звенится. И специально научить садить в конце-то концов. Так, чтобы они не падали. А потом вовремя их выпиливать. Но вовремя. Потому что лучше выпилить сто тысяч деревьев. Но эти десять человек были бы живы. Сказали десять. На самом деле больше погибло. Под этими, под деревьями рухнувшими. Вот. А возьмём частный сектор. А возьмём наши вот эти деревья садовые. Когда был такой дичайший ураган, что летели крыши вот этих у домов. Вы что думаете? Там, где все плодовые деревья целые. Вот из-за таких, как эта Ольга Исакова, которая отрезает ущерб, берёт всех, отрезать ниже с каретной ветки. Вы представляете, ужас-то какой. Там же тысячи, тысячи, может быть сотни тысяч рухнуло. Там люди опять остались без яблок, без груш. Я же не говорю про абрикосы. Потому что вот эти вот люди, которые ничего не понимают. Обрезка деревьев. И это касается и городских служб, и всех. Я же говорю, чрезвычайные меры надо принимать. Ну, эти кого-то накажут за то, что ребёнок под деревом погиб. А что было в этом? Стоят деревья, сквер. Между деревьями лагерь. Лагерь и люди спали в палатках. И когда внезапно это случилось, палатки были, сотни палаток были раздавлены. И там куча людей, искалеченных, покалеченных, это, с переломными костями и несколько трупов. А этот городской сквер, это не лес. А вот эти городские скверы, вот так за ними ухаживают. Кому я это всё говорю? Вот она берёт с такой улыбкой. А это же иезуитская улыбка. Знаете, их близко нельзя подпускать, потому что люди правда поверят? Смотрите, вот её. Это её вся книга продавляться. Садовая пила тоже понадобится. Девять и больше трёх сантиметров. Вот три сантиметра, видите? Вот рано три сантиметра, видите? Да какой хрен я эту фотографию вставила? Крупная рана, замажься краской. Если ты действительно настоящий садовод, ты могла бы написать, что, пожалуйста, вот даже, видите, я взяла этот, сама она вряд ли пилила, я взяла это с интернета, вот, чтобы мы узнали, что вот это до сих пор практикуется. и чтобы продать масляную краску или там какую-то специальную краску, помните? Специальные краски, рано нету и так далее. Вот. Все вот взяли, отпилили в ветку, которая искалечила дерево. И теперь туда пойдёт мороз. И никакая масляная краска мороз не пропустит. Ты могла так написать? У тебя же тысячи этих читателей, они же все будут думать, что это нормально. Одесса, замажем. А вот это, одна из страшнейших вещей побелка. До сих пор, вот я, вся наука до сих пор, как в рот воды набрал. Что попроще, учёные среднего звена, вот, такие подучёных работают, кандидат наук, только не имеет отношения к садоводству. Вот. Ну, самозванка по-русски. Вот. Взять вот такую фотографию, разместить. Я пишу, все ваши съёмки были делали только с уродами. Вот вы же ввели эту программу, Дача и Фея. Только с уродами. Где вы их находили? Дали везде, потому что хороших, нормальных деревьев-то нигде не было. Саженцев, чтобы взять нормальный саженец, посадить, научить, как садить. Тоже не было. Смотрите, сейчас я вас это, удивлю. Когда-то я, если ну так, вот, допустим, я хожу по садам, везде деревья побелены, 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 вот. А мне говорят, деревья гибнут. Ну, мы уже и побелили, мы уже поотрезали. Вот такие, мы уже, я хожу, слушаю, боже, ничего-то, а деревья погибают. И кто-то сразу не сообразил. Может быть, другая какая-нибудь причина? Ну, я еще там закопнула, или встану на колени, как этот, крот раскопаю корневую, а вдруг она действительно, помните, недавно женщина, которая это, сказала, 10 сантиметров, а 10 сантиметров, это вот столько, это, красота там, успешных коробков. Пока до корня докопала. Значит, было заглублено, и груша у нее, от этого умирала. Это когда я подсказал. А тут получилось так, сотня, второе, и однажды я встретил лопнувшую коробку. Одно из сотни. А у меня особый характер, у меня особая психика. А вдруг она лопнула из-за того, что побелка. На столе 99-то не лопнули. Но тогда я смотрю, сотни деревьев, которые не берели, а там ни одного такого нет. 100 против 99-ти. Зацепило. И сколько лет я уже вам долблю. Не берите деревья, это когда у меня набралась статистика. Приходит вот в 21 году вот такая байта. И я увидел только недавно. Это потому, что мне переслала оценка в свой канал. Нет баранчин. Два года я не видел этого. Два года. Вот. Как приходится весело жить. Добрый день. В этом году у многих такие проблемы. Весна была холодная, долго, а потом резкое протепление и дерево прошло в рост. В итоге кора не успевает разрастаться и трескается. Заметьте, из-за протепления якобы то, что отходит обрезать и обработать формой йодом сверху закрасить. Удачи в армии нужно использовать. Вот. Значит, что это было? Человек размещает вот такую вот информацию горькую, а ему дают советы. Вот. Вот уже и формой йодом закрасить. А вдруг человек пишет странно лопнула только покрашенная кора у соседей все нормально. но ты об этом знаешь. Чего тебе лезешь в своем совете? Ты сейчас угробила все эти абрикосы. Разве можно так? Она их не побелила, она их покрасила. Теперь эта краска вечная до самой смерти дерева. что вы творите? Чтобы сочинить книгу, чтобы на ней заработать. Вся дурь вот тут вот. Но это еще не все. конечно быстро проскакивает. Зимостойкая черешня. Все поблизало к черту зимой. Вот. Распяло. Страшная картина. Я ее назвал Садовый Христос. Помните? Еще по-моему еще в Москве лет двенадцать назад во время лекции вспоминал это. Вот. Нет. Это потом мне книгу подарили. Ладно. Вот это свежая этого года урожай. Вот. Ну жалко, что здесь нет дат. Надо чтобы кто-то мне сделал. Сам не знаю как это сделать. Это свежая фотография. Вот. Это Сибирь. Быстро быстро. Для всех сортов череши характерно ярусное расположение 5-8 веток. Что она делает? Должно развещаться 3. То есть от 2-5 от 2-5 веток надо уничтожить. Причем здесь все тоже. Здесь про обрезку на кольцо. Это черешья, которая настолько нежная, настолько хрупкая. Вот. И тут же жалеть на север не идет, сколько это делать. В втором, третьем ярусе по 2-3 зачем их уничтожать? Я до сих пор поеду. Расстояние между ярусами. А если меньше, что опять отрезать? Вот. Вот это все, чтобы появилась книга, надо было все это подробно расписать. Все, что не надо, а вот еще плоскую крону. Зачем плоская крона? Зачем? Зачем существует несколько модификаций плоских? Зачем вот это? Зачем росло себе дерево, росло? Видел на Украине их сотни этих, этих самых. Там есть особые приемы. Помните скручивание веток? Это чтобы не отрезать, но чтобы они росли. этот прием там, но только на Украине. Так принято. Потому что тоже колечит этот прием дерево. Боже это я думаю, знаете как там написано? Все второсипедные ветки уничтожить, они должны умереть. На черта я бух уничтожать. мой под аппарат, который то украли, то это он еще был недавно у меня. Вот в июне я сделал этого года. Я стою возле нее и думаю, зачем она мне посоветовала. Все второстепенные ветки, они же плодовые, они якобы должны отсохнуть, поэтому их надо заранее уничтожить. я читаю книгу, думаю, может для того, чтобы побольше страниц было, вес побольше, чтобы больше денег заработать. А по принципу это как это самое Головина Ирина Владимировна, главный редактор крупнейшей газеты, это Сибирская газета, в Кослянске выходила, когда я ей сказал, ну что же вы сделали это, что же вы этот прием запечатали, ведь это ж люди будут губить деревья, знаете, как оно меня отмахнулось 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 Ну когда я накинулся и говорю, ну во-первых, ну то есть мне не понравилась статья губящая деревья, да, а она ответила так, ну во-первых, он доктор наук, во-вторых, какой дурак этому делать, а вы знаете, правда горькая делают, я уже когда начинал первые лекции, а первая лекция это две десятка женщин, два-три мужика, штук 15-20, не штука, а число 15-20 женщин, возраст от 50 до 70, все приходили на мои занятия, проводил их в этом самом клубе имени Оридина, вот, все писали, вот все, что я напишу, для них это истинно, я говорю, зачем вы запишите, я так больше скажу, потом надо заменять, договорить, диктовать буквально, и мы забудем, вот, ну, потом, что еще тут всего интересного, значит, я тогда так скажу, опять все тоже, как было сто лет назад, щавель, так и сейчас щавель, медукопороз, был тоже медукопороз, вот, вот это все, про то, что обязательно надо вычистить комет, а комет это лечебная смола, все та же глупость, я думал, зачем вы всю жизнь, и вы не поняли, что вы это делаете, а самое страшное было, когда, это ее фотография, когда она учит морозобойное, морозобойное, вычищать, и вырезать все места гнилые, этим, ножом, вот видите, как, а мне проще, не трожь, заживет, и не надо никаких щавеля, помните, там было еще про этот самый, в другом месте, в этой, это черешневод, а там был абрикасовод, коровьим дерьмом, сейчас побежал искать дерьмо, нахудили, осталось штук пять коров, где же мне дерьма-то набрасываю, не трожьте, и тогда у вас будет прекрасный урожай, а урожай, вот он, я не в том месте разместил, вот, и вы знаете, что еще интересно, что интересно, это брянская розовая, вот, а вот эта дама, это она я и культивировала, у меня она в Сибири уже, вот, в Сибири уже, вот видите, вот так, а вот с этими приемами, если бы я вот это бы натворил, не дай мне Бог, вот это бы, все, что тут, это, у меня их 9 сегодня, деревьев, череша, да, ну, сейчас подрастает молодежь в виде прививок, но это еще, они не плодоносят еще, а 9 деревьев плодоносят, и у них у всех разные кроны, и у них у всех разные, они все вверх растут, как оно и должно быть, у них всех, это, вот там, ярусы, а как я могу сделать, тут, здесь, когда Тося говорится, сколько, как я растяню между ярусами, думаю, как я могу сделать это, если меньше 50 сантиметров, мне что, их вырезать, ну, тогда получится 90 сантиметров, а там написано ровно 50, я эти, я думаю, ради чего все это, ладно, идем дальше, вот, пожалуйста, вот так зарастает мои деревья, у меня они все-таки, все изорваны, как она рвалась, медленюга, вот это вот, постулат Железова, просто дайте я пойду, добавлю в это, я знаю, что у нас совсем мало осталось, вот, дело в том, что я сейчас на будущее работаю, даже не для вас, друзья, вы это все знаете прекрасно, может быть, двое-трое новичков, ну, 30 новичков, но дело в том, что мне надо, чтобы где-то когда-то, когда я прокукарекал, уже прокукарекал 246 раз, а может быть, после 350 или 500, если буду же, может быть, после этого все-таки появится и созвучайный комиссар, и академик хоть какой-то, может быть, ну, заедет, и заедет, как там перестроить бы это все, интересно, что мне Латинкова и Боттера убеждать не пришлось, этот заслуженный, этот самый строитель, а тот заслуженный металл, в одном месте поспорить, сказать, нет, ты не прав, в морду, что ты неправильно делаешь, что у тебя из-за этого, это, твое советы погубят людей, у этого куча фильмов, у этого есть книги уже, не о чем спорить, каждый к этому пришел сам, потому что мы деревья выращивали, они учились, а потом травы выращивают, а людей учит это деревья убивать, вот, списались по-другому. Хоть бы одно официальное лесо привлечь, чтобы он схватился за голову. Постанат же реализован, любая разность, какой бы самой благой целью сделала, уменьшает заостойкость его тетерева, любая разность. А потом, у нас очень много места, если бы их не было, меня бы больше смотрели, посмотрите, есть, это самое, Поливкина, уже третий миллион людей, ангельский голос, больше ничего нет, ни сада нет, ни опыта нет, надерганы картинки, это страшные раны, страшные раны, потом покажу, вот. И ангельский голос, вот он ей дал ангельский голос, она же может таким голосом человека убедить, мне такое впечатление, повеситься, вот, как это здорово, верёвку обязательно нам мыть, это будет безболезненно, и полезет, вот, голос такой, вот, и везёт за другим, а мне вот не везёт, нет такого голоса, вот, и вот они, как про это, там, третий миллион, у этого, там, в другом канале, есть, два миллиона, чем-то просмотр, есть, миллион, чем-то, а уж там, триста тысячи, пятьсот тысячи, никуда мне сливаться-то, когда там уже, счёт пошёл, уже не тысячи, а на сотни, всего лишь, я ещё раз хочу сказать, вступайте туда, вступайте туда, воюйте, почему, вот, человек вот такой размещает, так, размещает, говорит, караул у меня, это самое, стала гибнуть, черешня, я сам принцип, пожалуйста, лезьте, говорите, откуда, первый вопрос, откуда дровишки, с чего вы взяли, что черешня, а вы где живёте, а он скажет, наврали, а он скажет, Волок, да, это далеко не юг, Яславская область, не юг, вот, вот, Кольский полуостров, это ещё, куда бы занесло, вот, везде и всюду, вот, Яшкарова, ну, ладно, Яшкарова, а есть ещё, это самое, вы, 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 представляете, в разводе, товарищ, опять звонил, вот, ещё хочется саженцы, и вот, получается, что, откуда дровишки, вот, что-то спрашивать-то, ведь, это черешня, и тогда я говорю, черешневый маточный сад, найдите в своей округе, пожалуйста, может быть, вы будущие вот те самые, дежурные по столбе, найдите вы черешневый сад, в той же Вологде, вот, настоящий черешневый сад, с которого берутся черенки, ну, я уже сколько лет прошу вас, ну, найдите мне такой, одно дело, когда говорят, да, у нас, да, саженцы наши, да, а черешневый сад, ой, вы знаете, мы лучших мировых производителей, выписываем, это в лучшем случае, а некоторые так и пишут на сайтах, на своих сайтах, они пишут, саженцы, из лучших отечественных, и иностранных производителей, череши покажите, а другой-то опять, и опять-то миллион подписчиков, и потом начинается самое страшное, вот, дело в том, что, ну, как он начинается, ничего, никакой информации, того, что дерево практически погибло, как можно дать ответ, ну, как, вот, а это Поливкина, уже, вот было 900 тысяч, теперь уже третий миллион, а вот это все на месте, а это вот оно, вот правильный обрезок, тебе подрезать, а это, например, как тебе руку по плечу отрезать, а я это уже столько раз показывал, человек вот с такими знаниями, который отрезает все ветки, все дайгины, не знает, для чего на них листья, отрезав ветку, а на полусеет рано, вот, а потом покрывается, вот оно уже покрыто, мхи и шаники уже есть, вот они, вот они, вот, и она написала эцетлопедию, будучи абсолютно невежественным секом, сто процентов, причем сто с минусом, потому что она учит убивать, ладно бы они были какие-то бесполезные, многие, кто учат гнуть деревья, считают, что они это пользу приносят, дерево будет больше плодоносить, да не будет оно больше плодоносить, потому что от площади листьев фотосинтеза, вот, если вы опытнейший, умнейший человек, ребрик, да, подтвердите, от площади, ну, вы-то, с вашим гигантским опытом, вот, вы, от площади листьев зависит фотосинтез, сколько она выделит те же самые глюкозы, без которого не будет ни корни развиваться, ничего, от площади листьев, от площади листьев, а не от того, что ветки якобы бесполезные отрезали, оставили полезные, а до них тебя будут задать, что будет-то? Вот то, что было по волчьих страшные, вот такие деревья, все уже лежат уверен, все лежат, почему? Снизу голо, штамп голый, ниже скелетные ветки голые, а рычаг-то там наверху, тот самый, который, дайте мне рычаг, я переверну земный шар, а тот ветер, попереворачивал уже это самое, попереломал, наверняка там сотни тысяч деревьев, если не мерёт, по-моему, это несколько областей страшные, и чем ты думаешь-то, дерево надо к земле прижиматься-то? Энциклопедию написал, и вот мне рембрик присылает такое письмо, это очень важно, друзья, вот, ну, думаю, нашли мы настоящих этих, одному воевать, а, ну, почему, есть ещё смотритель, он же Песоцкий, мне нравится, как он, это, рассказывает, почему нельзя обрезать, деревья, те же круши, так вот, Валерий Кузьминович, поиск один из самых успешных питомников, который имеет достижение, не только в плане денег, но селекции агротехники, а во всех культур, и вот, вдруг они стали, ай, Александр Алексеевич, я забыл поискать его, а вы не дадите его, то есть адрес, слово поиск, ещё ничего не говорит, вот, посмотрите, фотографии опять же с интернета, или может, правда, сами чуть вырасти, и вот он, этот, прислал мне эту информацию, реплика, подчеркиваю, главный редактор, журнала, Весик Судовода, и он же мой друг по совместительству, так вот, вот он пишет, что будет мероприятие, скорее всего, это будет классическая жвачка, которую ты давно раздёшь в пусский прах, это я, а вдруг молодые передовые люди скажут, что это новое, можно вас заинтересовать, и вы получите чек-лист, сроки обрезки в плодовом саду, а там обрезка расписана все 365 дней, вы представляете, ладно, я ему отвечаю, спасибо, брат, но смотреть не буду, причинно боюсь расстроиться, я действительно боюсь, и меня начинает злиться так, заранее знаю, что чтобы сделать долгую лекцию по обрезке, а это долгая лекция, надо собрать весь бред, всю превысок идею, вот, и дальше я пишу свое мнение, нет сроков обрезки, есть только один, ранняя весна, и то резать надо со слезами на глазах, подробнее в понедельник, это то, о чем мы сейчас говорим, ну, а дальше я попросил вам прислать ссылку, вот, на лекцию, то есть его мнение, он мне пишет, «Добрый день, Игорь Николаевич, посмотрел, это заурядная разводилова, резать, 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 научите, за два, за 20 тысяч более рублей, за три недели, то есть обрезка бывает весеннее, летнее, прорежущая, осенью, вот эта подлость невероятная, еще какие, минимум три за сезон, это полная подлость, летний, осенний обрезок, три за сезон, минимум, вызов скромного специалиста, это, видимо, секс-сада, да, примерно 5-10 тысяч рублей, это, чтобы уничтожить ваш сад, умножаем на 3, тогда получается от 15 тысяч, до 30 тысяч, то есть за 30 тысяч вам сад ваш уничтожен, вот вам стоимость вашего обучения, ну и сколько вы потом заработаете, то есть получаете, то есть они увеличат количество халтурщиков, научим выращивать полярные деревья, это, которая водой плоскость, кстати, потеря огромные, полярные деревья, это не для нас, это юг, купили яблоньку за 500 рублей, через три года, подали полярное дерево за 15, 500 тысяч, 50 тысяч, то есть кто-то у вас какой-то дурак купит, три года будете издеваться, ворачивать водой плоскости, вот, и вот эти вот, как он пишет, ушные ребята говорят, в отличие от того, что даром можно увидеть на ютуб-каналах, наши ролики с профессиональным контентом, стоят денег, вот так вот, вот так вот, профессиональный контент, как я не профессионал, если я не буду всю дверю убивать, вот, всего доброго, а-а, в общем, хорошо, что я не стал смотреть, меня бы вошли в фаршку один, как они насмеливаются, вот так вот, в России, буду Innovative, были в фаршку Unión b и ну для всех,